Алматинцы массово скупают смартфоны, телевизоры, холодильники и стиральные машины. Всего за неделю продажи увеличились в три раза. При этом в крупных магазинах каждый день меняют ценники. Продавцы говорят, всему виной нестабильный курс доллара. Из-за него дорожает техника. Между тем экономисты и предприниматели предупреждают. В ближайшие два месяца страну ждет дефицит электроники. Мнение экспертов послушала Махангулюкасова. О алматинских магазинах бытовой техники сейчас спокойно, но продавцы рассказывают, на выходных был настоящий ажиотаж. Вместе с цифрами на табло обменных пунктов меняются и ценники на товары. Продажи увеличились в три раза. Люди бросились скупать смартфоны, телевизоры, ноутбуки, стиральные машины и холодильники. В связи с подорожанием доллара у нас тоже есть изменения цен, но в определенных позициях. Мы сейчас договариваемся о сохранении прежней цены нашими основными поставщиками. Технику в Казахстан завозят из России, Турции, Китая и стран Европы. Товары закупают, конечно, в иностранной валюте. Поэтому падение тенге и усугубляет ситуацию. Предприниматели говорят, будет еще дороже. Но назвать цифры не решаются. Ряд крупнейших мировых грузоперевозочных компаний ввели санкции на грузоперевозки в Российскую Федерацию и на грузоперевозки из Российской Федерации. На данный момент очень большой объем приходится на импорт товаров из России, которые производятся в России и которые консолидируются и транзитом приезжают в Казахстан. Это все может привести к нарушению цепочки поставок, к последующему дефициту, к последующему увеличению цен и окажет давление на инфляцию. В магазинах техники начали поднимать цены на товары из старых партий. Предприниматели объясняют, политика сломала логистику, грузоперевозки из-за санкций прекращаются. Запасов на складах все меньше. Экономисты и бизнесмены предупреждают, в ближайшие два месяца страну ждет дефицит электроники. Если импорт будет, импорт будет по той цене, которая сложится по курсу тенге доллар. Поэтому, более того, есть еще третий риск, что вся Россия сейчас повалит за этой техникой, которая есть в Казахстане. Эксперты считают, есть вероятность, что купить технику в рассрочку скоро станет сложнее. Из-за этого продажи в магазинах упадут сразу вдвое. Не исключено, что увеличится спрос на поддержанные товары. Бахат Гулюкасова, Фарид Якупов, Вячеслав Тимофеев, КТК Алматы.